Приветствую, мои дорогие девы! Это ваш расклад на октябрь месяц. Летают карты. И первая карта, мои дорогие девы, для вас пятерка мечей. Пятерка мечей показывает, что у вас есть какая-то ситуация из прошлого, знаете, которую вы не отпускаете. Вы все-таки боитесь чего-то. У вас есть страх потери, вот то, что из прошлого что-то у вас поменялось, и вы думаете, что она может повториться. Но здесь я могу сказать по этой карте, то, что ваша проблема, вы должны убирать ваши страхи. То, что ваши страхи могут вас привести к что-то, то, что не будет лучше для вас. Следующая карта, мои дорогие девы, для вас. Колесо фортуна. И смотрите, на начало месяца, вот, октября фортуна на вашей стороне. Фортуна дает вам новые шансы, новые какие-то действия для того, чтобы вы что-то поменяли в своей жизни. Она дает вам то, чтобы вы не тянули то, что у вас что-то плохое произошло в прошлом, в будущем. Потому что фортуна вам вот как бы дает это. Она вам, как говорится, улыбается. Только берите это и делайте. Следующая карта, мои дорогие девы, на начало месяца двойка жезлов. И двойка жезлов что показывает? Что вы привязаны к чему-то. Вы не отпускаете чего-то, может быть, здесь для кого-то, что именно привязка сексуальная. То, что есть то, что вы привязаны к какому-то человеку. Какой-то, ну, если для женщины, там, к вашему мужчине вот из прошлого. Или для мужчины вот ваша женщина. Вы не отпускайте, который... Знаете, здесь еще вы думаете, что это ваша судьба. То, что этот человек мой по судьбе. Я не могу его отпускать. Вы как будто тянете вот эту ситуацию из прошлого, где у вас есть вот эти страхи. Следующая карта, мои дорогие девы, для вас на середине месяца, это шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли показывает, вы благородные, мои дорогие девы, вы люди благородные, у вас сердце есть. Здесь, может, даже вы думаете, что если человек ушел от вас на это, или если вы ушли, то вам нужно было чем-то помочь, потому что правильно бы это было. Но смотрите, здесь, если человек не просит о помощи, лучше всегда сначала помогайте себе для того, чтобы вы вышли из этого состояния, привязанность, потому что вы не отпускаете чего-то из вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие, на середине, это Паш Пентакли. Паш Пентакли, почему говорю я, вы сидите в бездействии. Вы сидите, вот вы думаете, что я на данный момент здесь, мне хорошо, мне не нужно больше ничего. Здесь дается еще для кого-то то, что здесь пройти какое-то обучение. Именно вот октябрь месяц идет то, что вы, ваша фортуна, ваша судьба, ваше, знаете, ваше колесо дает то, чтобы вы начали чего-то новое. Даже маленькими шажочками вы начнете поменять свою жизнь. Следующая карта, мои дорогие, для вас на середине месяца, это карта Семерка Пентакли. Взращивание новых идей, взращивание новых каких-то целей для вас. Даже, может быть, здесь не будут там большие финансы, но они-то будут, они у вас в руке будут. Поэтому начинайте ставить цель уже, как бы, именно вот в октябрь, на середине, вы уже как бы должны начинать, вот менять, вот ставить что-то хорошее, то, что вот вы, ну здесь может, еще я могу сказать кто-то, именно то, что, именно каких-то вот, именно дети, вот то, что вы должны, вот даже вот, тоже идет информация, что вы как будто, именно мамы не могут отпускать своих детей, вот с места, где они находятся. Они как будто думают, что потеряют эту помощь, потеряют вот, но я могу сказать, что колесо фортуны, это должно случиться, потому что это судьба, и как бы человек, вы не должны привязывать его к человеку, где там он находится. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, вы должны работать, вы должны работать над этим, потому что здесь показывает, что вы мастер свое дело, которое вы занимаете, но вы здесь, знаете, иногда считайте, что, почему сказала именно эта тема детей, потому что вы можете считать, что дети могут уйти куда-нибудь, работать, начинать чего-то, но где это бесполезный, бесполезный труд, то, что вам не приведут ничего хорошего из этого, но вы знаете, всегда нужно работать, прикладывать свои силы там, что-то менять для того, чтобы мы понимали потом, что у нас и финансы пойдет, и наше вот состояние меняется, и вообще в нашей жизни вот поменяется что-то, благодаря то, что мы будем работать. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это карта дьявола, все-таки у вас идут какие-то искушения, все-таки, вот я почему сказала, что вы искушаетесь, именно для кого-то не хотите отпускать, вот именно вы думаете, ну, держать деньги, потому что деньги, как бы они, ну, вы знаете, деньги, чем больше уходят, то они больше приходят, поэтому не держите все вот именно в то место, вы где думаете, что это правильное. Следующая карта, мои дорогие, мы возьмем карта совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывает на конец месяца, октября для вас, мои дорогие дела. Это умеренность, контролируйте, ваше состояние, именно внутреннее состояние, контролируйте, потому что вы иногда можете допустить такие глупости из-за того, что думаете, что потеряете чего, и высшие силы подсказываете, начинайте именно состояние ваше внутреннее контролировать. Конечно, мои дорогие девы, это общий расклад для личного расклада. Обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. на экране, всё равно имененны, чтобы не пропускать тук aconteça вам againstmayı и peacать.